С других церковь батюшка уезжает, на замен батюшки и батюшки. У нас вот так в 20-м. Вот до минуты сколько батюшки. Ведь батюшки нас в 20-м. Опять в 25-м уедет на месяц. Ну-ка, вот он будет свечать, а своя паста будет. Вот это для меня это. Садитесь, подожди, подожди. О-о-о, вот это не помимо. Сейчас еще немножко. Ну вот, собираемся, я спрашиваю, где волны? И потом жены все одинаково отвечают. Тут и никакого влияния на мужей нету. А он дома, иди ты сам спроси. Это отмазка, я сейчас закончу, подожди. Раз и так отмечаю. Ты в доме, ты жена, ты близко ему. Ты бы в первую очередь всю неделю бы подговаривала. Ну пойди, у нас занятия какие-то. Ты же сообщения с людьми теряешь. Никаких. А иди его спроси. То есть, как будто он чужой человек. Он мне сам сказал спроси. Скажи ему, пусть подойдет. И сам у меня спросит. А зачем меня спрашивать-то? А почему? Твоя нужда. Моя? Моей нету. А ты знаешь, что человеку все правильное слово. У него звонила. Вы слышали, что в занятии идут? И он прекрасно знает. А пусть ко мне придут лично к каждому. Хорошо. А вот уже вража. Вот уже вража. Да какая вража? Где ты у него враждей? Ты уже не доволен. Она правильно сказала. Я поясняю. Неприемлемости слова истины. Ну? Неприемлемости. Не надо. Он не расположен ко мне. Но у меня нету. Он на занятия все равно не идет. Она правильно сказала. Ну ты причину-то найди. А причина одна, что все касается спасения. Жаждающий спасения, он перешагивает через все причины и смиряется. А пусть передовой пойдет, скажет, я ему тогда врежу, я ему дам занятия. Тут же все открытым текстом идет. На это все кончается. Не надо, Господи. Инвалиду умом. Не надо. Глубину не надо. Еще уже. Еще минута и все до 58 пока. Не надо. Люди на край света идут. Люди на край света идут. Спроси. Была нагородная пропасть у Христа. Почему парисеи там не присутствовали на горе? Они все знают. А оказалось, что знают только одно. Как не знать? Как распять? Павел продолжил. До полуночи там не было тех, которым надо было быть. Они пришли, уходили. В Парисеи написано много споря. Эти были люди. Кто такая парисея? Парисея – это еврейский старовер. Они держались за старую веру мертвой хваткой. И просмотрели Христа. Ну, ты возьми оттуда пример-то. Писание-то шире надо рассматривать. Горе вам, говорит Господь книжники Парисеев. Горе. Один раз Господь сказал горе. Этого достаточно. Он каждому не говорит горе. Один раз сказав. И на все тысячи лет. Всем народу. Идет Господь. Они гордятся. А мы старые. Мы парисеи. А Господь говорит. Берейдитесь за кваски парисейских. Которые с лицемерия. Так. Опросим. И. 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 И все исполняя, Собровище твоих, И жизнь подать, И рух, и дети, и все дни, И отчисленять всякие скверны, И спаси, блажен души наши. Господь и Бог наш, слава Тебе за воскресный день, за эту святую возможность собираться вокруг Слова Твоего, склоняться к ногам Твоим, смирять души наши, чтобы Дух Святой посеял живое семя, которое возрос слобую в большое древо, и ангелы могут отдыхать. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Мы вчера на выходе из грамма, стояли, как ты сказал, уже за пределами граммовой территории, и я сказал, что кто будет проводить занятия? Потому что иногда бывает так, один человек ведет, и меняться надо, чтобы не сказали, восхищая, право говорить. Никого нет. Лена говорит, ну, вы уверены, опять долго не будет, давайте проводить. Я брать вам предложил, хотя бы тему предложить, что у вас? У нас очень трудно предложить тему, кто считает наши книги. Практически, почти невозможно найти тему, которая не освещена. Я запечатал. Вот они обращаются в интернет, а я только вчера один зашел, и чувствуется, что он мусульманин, видимо. Вот я вам сразу на сайт, если она в текстур, весь про мусульман, бери там и читай, пока меня не будет. Они шут там, когда я вернусь. Вопросы, когда вы вернетесь, когда вернетесь. Обратно, у меня есть тема, она такая, очень хорошая. Благовествия, чем они отличаются, что общего, как это все принять, как не быть виновным, что я не проповедовал, не благовествовал. А брат Виктор, он где здесь, вот он сидит. А он говорит, а что бы поговорить о ворах, о воровстве? Ну, это православная деревня, какие тут воры? У нас воров нет. Замки не вешают. Палочка колобберет, а редкость у кого? А то открыто вообще. Можешь крещать, ходить по избе, никого нету. А почему? А потому что батюшка сто один раз наказала. Батюшка, дверь не оставляй, не запертая, без палочки. Она наоборот дверь приоткрыла, батюшке ботинок в дверь, чтобы он не закрылся. Настя же открыта. И сколько ни наказывает, этим воробошам прихожу, дверь открыта, захожу, похоже, там прошелся, никого нету, нигде. А одну палочку, ну она стукает, она по затылку все-таки. Это искушение. Ну, однако, какие воры? Но я подумал, если брат подал этот совет, или сказать запрос, то в этом что-то есть. Я никогда не отрицаю это. Я пришел домой, ну, первое, что помолился, и стало раскрываться. Я знаю эту тему. Кое-что уже в забытии, но все пришлось вынести. Поэтому начнем сейчас говорить. А потом у нас большие материалы, тут пришли с районной газеты, поговорим. Благовестие я оставил, хотя тема уже полностью обработана, подготовлена была. И ту тему, которую я раскрываю, ее никто никогда еще не раскрывал. То есть нигде в печати этого не было. А почему я знаю? Потому что не жили так. Вот мне удивляется, а как вы могли запомнить? Никак, потому что я сто раз это исполнил. Я не могу этого забыть, потому что, ну, как я могу забыть, когда она со мной? Я тебя спрашиваю, вот, я нахожу общий язык с Самирой Тагеевой, с мусульманкой. Больше, чем с православными. А на все вопросы о молитве, отец Игнатий, а сколько вы поклонок даете Богу? Как они клали, что у них как? Колени, если я встал на колени, чтобы они стояли прямо, а дальше идет спина, колени, вот оно как. Они как один по линейке, их учат. И вот мы беседовали у нее на дому, в Баку, Азербайджан. Ну, что-то маленечко мы отвлеклись с мужем ее. Я повернулся, ее нету, я пошел как бы в туалет, глянул, а она на кухне уже уткнулась молиться. Мы стали молиться, а Витя снимал это время. И теперь видно на снимке, как она с нами молилась, как поднимала руки. Может, у нее никогда так и не было. Она вся в молитве. Она мусульманка. Своим говорю, ничего не знают, не слышали. Ты начни это исполнять, что слышал. И ты тогда поймешь, не будешь отговариваться. Ну, вот, крутость, терпение. А ты покажи это. Раз, два, до три, когда высшие тебя давят, и низшие не подчиняются. Покажи смирение, покажи, какие это выходы ищешь. Вот у нас еще люди не приехали, а уже звонок был. Сколько человек можете принять? Это те, которые подтоплены были в Хабаровске крайне. Ну, разговор был, только разговор был. Для меня это уже тема. Я мгновенно на велосипед, к Устинову первому. Андрей, сколько человек может принять? Андрей, тут же. Пять человек могу принять. Разговор, Люба, сколько? Люба, что? Да берите весь дом. Да не один, а два. Я выезжаю на зиму. Вот это я понимаю, и дальше двинул. Дальше доехал. Вот Серафима говорил, а там пошла сразу к батюшке. Как, что, узнать более подробно. Как это я пришел? То есть, все до одного я пошел. Ну, только там, где живут. И захватил Игоря. А Игорь, Игорь, а Игорь, даже все хорошо. А Игорь говорит, я только мужчин могу принять. А это, Нина говорит, а я могу только женщин принять. У нас они семейные, то можно как-то разделить. Нам надо ночевать, а не днем быть. В одном доме только решительный, бесповоротный. Нет, это твой хозяин. Потом сумрачный такой. Нет, даже не узнал. Но если родному племяннику у тетки не находится место, а к чужим идет, это что-то говорит или нет, это твоя дочь. Работать надо. В город отправляют, такой, которого легко увлечь. Вот такой, по развитию. И к своим нету. А к кому? К твоей дочери. Ну да, к дочери, к зятю. Ну, ближе до родня-то, наверное, тетка. Три комнаты отдельно, не под каким видом. Батюшка сказал, мы квартиру-то получили не за деньги. Смотри, как бы не потерять. А батюшки, словами, ему не надо пропускать. А может, никто не приедет, но я уже прозандировал почву. Как будут относиться? Вместо того, чтобы молиться об этом. Я до десяти раз в девять днем ночи молюсь, чтобы в это дело Бог рассмотрел. Я не могу забыть об этом? Почему? Оно у меня на языке. Оно у меня в мозгах. А это только услышали уже, как бы лишнее не взять. Не бойся. Груз божественный тебя не потянет влево, когда ты будешь на мутарство пить. Итак, образцы вверх. Давайте запишем. Я привез очень большой материал. Так, открывайте Библию с иконеческими книгами. Ты открывай 8,4-2. Ты открывай 9,21. А ты и левия 5,1. Так, слушайте внимательно. Так, сестра считает нам 8,4-й глава, 2-й стих. Это пророк такой 8-й. Вкровение 9,21. Давай. И не раскаялись они в убийствах своих, не в чародействах своих, не в плододеянии своем, не в воровстве своем. Видите, не раскаялись, перечисляются в благородство, а я не буду. А ты вор. Так сейчас забрать надо, служить или не влюбить. Вопросы по-другому стоят. Когда перед Господом были люди, они знали, я все исполнил, а Господь ему сказал, я говорю, ты ближнего, все. Господь, я продаю имение, я раздаю следы за мной. Я зашел с печалью. Если ты ближнего любишь, ты не можешь 10 раз быть богаче его. Когда он, давай, положил один из хлеб, хлеб свой, все пропитание свое. Господь нашел у него там больное место. Я зашел с печалью. И больше на страницах Библии этот человек не появляется. Он ушел навсегда. Навсегда. А там пройдут теперь войска Беспасиана, там пройдут еще столько людей, все будет разрушено. Такого юноши нет, имения его нигде нет. Эх, юноша, и кто с тобой разговаривал, ты знал или нет? Ты же сам напросился, подошел. Ты говоришь, я все заповеди исполнил. А там заповедь есть такая, не кради. Десятисловие, не кради. Короткая заповедь, не кради. Первые четыре заповеди, это отношение Бога с человеком. Не делай изображение, не к ленинстам, все. А вот дальше шесть заповедей, не прелюбодействуй и прочее. Не кради на две заповеди разбивайся. Не пожелай чужого дальше. А пожелай чужого, это какой? У нас кожа рядом. Вот я прохожу по, где Люба живет, по прогулку, проезжаю, смотреть больно. Такой хлеб вырос. Сколько погубили нынче хлеба. И кто? Пастухи. Там, где досмотрели, тут вымели просто, ну, такую площадь огромную, пшеница вся, помаленная, потопнула скоту. Нормально? Господь говорит, не пожелай, а заплати вдвойне. Вдвойне? Вот мы прочитали. Они не раскаялись в этом. Это откровение сейчас. Так, теперь читай. Какая глава? Читай. Осия 4. Осия 4.2. Клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространены. Понятно? Это говорится избранному народу. Это говорит Бог. Людям, которые приносят жертву, молятся, одеты по корме, все с бородами, у них все как надо. Обрезанные дети. А Господь говорит, крайне распространилось воровство, прелюбодейство. Люди этого не видят. Они живут в этом, купаются и не видят. И, наконец, пророк говорит. Теперь открою еще Осия 6.9. Мы говорим, Батюшка Благослови, Большой Благослови, что Бог говорил, посмотрим. Что они нам принесут, эти священники? Распятие Христа. И никто там, патриархи, тогда шеверные священники. Первые проголосовали, распните его. Как разбойники подстерегают человека, так сборящих священников, убивают на пути всех ем и совершают лезвости. Сборище священников. Не святых, а сборище бандитов. А почему? Дом мой сделали для тех, кто его сделал? Это его сделали не печники, его не земледельцы сделали, они приходили и уходили. А они сделали, вы его сделали. Вы разрешили эту торговлю. Торговлю, которая противна Богу. И он говорит, этот храм дом мой. Мой дом мой. А вы считаете, что вы хозяева здесь? Бог говорит, мой дом мой. Я вам разрешил порядок поддержать. А вы что сделали с этим домом? Посмотрите, на что он похож. И далее я говорил, прочитать, Иеремия, пятый день. Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его. Не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим. Вы поищите, Господь говорит. Может найдете, я не мог найти, но вы сами найдите. Если найдете, то я целый город пощажу. И прошли, и никого нету. А все в храм ходят. У нас храм перед другими народами кищат. У них идол, у нас Бога Иерусалима. А Бога Иерусалима спросил, нет никого. Идите поищите, я не нашел. Может быть действительно где-то там дома молятся за печкой. Я целый город, город пощажу, но никого нету. Авраам говорил, а может 10 сойдется в Содом и Гоморье. Бог не стал дальше разговаривать. Он все торговался от 50 начинаем, а может 45, а может 35. Нету, нету. Нам нужно посмотреть на это тем взглядом, которым Господь на мир смотрит. Прелюбодеяние сильно распространилось, бубальное прелюбодеяние. А Господь говорит, а я говорю вам, всякий, кто посмотрит с вожделением на женщину, уже прелюбодействовал. Господи, да не прикасался даже. Ненавидящий брат и человек-убийца. Ну ненавидящий просто. Если вы утереть 5 занятий, я не приду сюда. Причина-то ясная. Ненавидящий брат, он в крови весь сидит человек, а то он этого не понимает. Есть человек-убийца. То есть у него власти нет убить, как Ивана Грозова или у Берии, то он бы убил. Не на занятия, не на субботнюю службу, там, этот никогда не ходит нигде. Я начал с нее. Но ты-то рядом живешь. И не скажи, а какое мне до него дело? Я, что я, сторож брату моему? А такаиного ответы даете? Потом, когда закончим, запиши на бумажку. Дальше. Плащ Ереме 4.13. Так, Люба, найди. Плащ Ереме. Так, ты найди Захария 5.3. А ты найди, Елена. Исход 22.5. Итак, Плащ Ереме. Считай. Ну, он рядом с Ереме. Следующая книга. По оглавлению ищет, это значит, Библия у вас в руках редко бывает. Со мной дорогой священник нечего ехал, я бы, Галатова, посчитай. Он ищет этих книг по Идееву. Первая часть Библии. Потом давай среди Маховейских искать ее. Захария 5.3. Да. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне. И всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Разве они это не считали? А до Захария никто этого не говорил, вдруг видит свиток. И когда патриарха Тихона избрали, Галавина, патриарху, и он сказал именно эти слова за эпиграф. Я видел свиток. Горе, страшное идет. Он все применил к себе. Так и было. Так, считай. Исход 22.5 Если кто подравит поле или виноградник, пусть и вход в свой, правительское поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего. Лучшим? А если у него нет, посчитайте, сколько, и пойдите, сделайте. Найдите виновного. И он должен добровольно сделать, по заповеди Божьей, с любовью. Да, я не досмотрел. Это мои коровы были, мои овечки были. И заплатите все это поле, чтобы быть благословенным. Это нам повелевает Дух Святой, не человек. 1 Петра 4.15 Кто может доктор? Плащ Еремии 4.13 Считай. Плащ Еремии 4.13 Все это за грехи уже пророков его, за беззаконие священников его, которые среди него проливали кровь праведников. Понятно? Священники проливали кровь. Это за их беззаконие революция, за их беззаконие распад страны. Это Бог говорит. А тоже тогдашние люди подходили на каждую башню, благословив, благословив, подстилали, им там, несли. А они не заботились о народе. Народ рассеялся и сделан из добычи всякого лютого зверя. Я не говорю конкретно о каком священнике, но если это священник, а ты священник, ты трепещи и бойся, чтобы на тебе это не исполнилось. Но это еще не понятно. Так, 1 Петра 4.15 1 Петра 4.15 Только бы не пострадал кто из вас как убийца или вор или злодей или как посягающий на чужое. На чужое посягать неизвестно что, но посягает и тебе не принадлежащий. И вор. Тебя посадили как вора, это особая статья. Какая польза Богу тебя как вора в суде. А вот теперь посмотрите. 50-й псалм мы считаем все время. А 49-й не знают люди, а там написано видишь вора и сходишься с ним. С прельванем и сообщаешься. Я молчал Богу. Молчал тебе не наказывал. И ты подумал я такой же как ты. Такой же я. Потому что если я вор то я вора не трогаю. Случайно его трогать. На воре шапка горит. И запрещу. Представлю лицо твоего беззакония твоего. И где вы тогда будете? А до 49-й псалом видишь вора сходишься с ним. Мы уже здесь наталкивались на это. Ворованное покупать. Видишь вора сходишься с ним. А ворта продают дешевле. А нет мы зерна купим подешевле. Едут на поля узнавать которых комбайнер еще там не принадлежит. Ему платят за это. Но не продавать зерно. Такого нигде не было чтобы комбайнеру дали право продавать на молочную пшеницу. А наши ездили покупать. Но пресекли вовремя это дело. Дальше потерялись искать где-то. Да ладно у нас мощная такая здесь была установка что ни под каким видом. Вот у меня мама она могла купить. А тут зерно начали возить продавать. Отец как узнал смотри они сказали мы вечером привезем свалим вам. Вы деньги дайте вечером. Он говорит а почему вечером? Днем из улицы завозите. А некоторые наши деревья купили а на завтра милиция. И что было свое куплено все подгребли. Посадить никого не посадили. Вот теперь мама поняла какой у нас отец осторожный был. Он не купил и не разрешил этого делать. Смотри башку прошиву. Он крутой был в этом деле. Видимо так и надо было. Мне вчера звонят близкий человек и говорит в Барнаул приезжает Светлана Копылова. Она такая популярная певица. А я слышал вы очень хорошо отзывались мы тут на вас билет покупаем приезжайте вам в первом ряду будешь сидеть и все. Я говорю нет Светлана Копылова далеко не та чем была. А почему ее обворовали попы. Если обуздать в узду а если обратать в рот у дела не закладывается обратать просто накинуть такая как уздечка ее обратали попы давно. у нее уже в ее репертуаре почти нет того запала который тогда раньше у нее стихи были она даже сама писала а теперь они строгая направленность куда идет я гляжу они обезглавили ее как патриотизмом казаками вот это песнопение идет мне там делать нечего пусть они призовут Юрия Богачева бактист артист заслуженный артист пусть там есть кому петь или Виктор Клименко казак обратившийся популярный артист в Америке русский вот такие пусть придут попоют на стихи Вера Кушнир вот стихи но она не православная они у нее евангельские они чисто по евангелию Родиона Березова стихи почитай Храпова Николая Петровича а ей дают такие которые от попов не отходят они мертвые это время провождения а мне все время на голове ленточка это привязанная голова она без плотка перед народом выходит длинное платье а гляжу дальше она уже начинает ну совсем не то мне это не надо я даже когда познакомился с ее творчеством я написал на ее сайт и сказал что если вам нужны будут стихи мои посмотрите ну не знаю дошло или не дошло можно попутно вопросы сейчас а попутно вопросы подожди ты можешь задержаться потом когда я закончу запиши где-то на бумажке ну это параллельно в эту субботу в Мамонтово будет спектакль по шубшину для детей по рассказу шубшина бесплатный вход вот как вы думаете можно нашим детям поехать на такой спектакль я не знаю что за рассказы будут эти рассказы можно здесь посмотреть думаю не надо там они выбирают из него то что никак Богу не приводит у шубшина есть такие рассказы за которые его Бог будет наказывать он там Пугачева где-то еще надо дайте их попок рубил полетницу и складывал там это берет он не знал чем заняться и в пьяном угаре и помирает совершенно беспокаянный как Высоцкий жен менял там кто-то в нравственности он Высоцкому не уступал Горько обидывало как у Майковского окно роста друзья они пришли и тоже застрелился этот пришел у них корабль где они снимали киев там скажется стражали за родину и Шолохова Михаила Александровича посетили я режиссер он артист играет красная колена там преступника а Шолох его вообще не воспринял никак как будто его и нет он говорит страшно обиделся как так я такими делами занимаюсь Шолохов говорят номерское премие акту Тихого дома поднято телеве и других рассказывал и он его не воспринял поэтому Шукшина есть хорошая он старался пробудить совесть и когда я беседовал с его дочерью Ольгой Васильевной мы об этом говорили она не знала надо объединять там силы ну у меня папа в сапогах ходил а сапоги увидела он подоржал Сталину вроде что нас может объединять забота пробуждения совести Ольга Васильевна вот это вот самое главное вот тут он был на высоте он маленькими рассказиками тревожил чтобы ну ну растревожил дальше ничего и нету вот мы давайте посмотрим дальше исход 22.7 кто-нибудь откроет отрицар открою Еремея 2.26 так отрицар Найди Матфея 24.43 запоминать один раз назвал уже ищи Матфея 27. Иеремея 2.26 как вор когда поймает его бывает осрамлен так осрамил себя дом Израиля они цари их князья их и священники и пророки их вора поймает за руку а какой он будет осрамлен осрамлен вот если мы смотрели недавний фильм любовь приходит тихо он его поставил шерифом надо этим а сам мошенничает мэр города он зарпу схватил он сразу какую сделку сделает он сказал заплатить за все что там было у кого отнял все построить видимо все это мэр взял видимо сделка была сделана на добрее на злее можно найти общее заплатите это все что ограбили вор это не только тот который в карман конкретно залез и денежку вытащил это тот вор который не додал человек работал он ему не заплатил он оборовал откуда у него богатство страна наша была обворована 70 лет работали задаром за палочку трудоденек и в Америке в Америке там сидели и выбирали кого все евреи сто процентов значит кого Березовского взять почему крайне наглый он лезет куда бег ему не надо так пойдет Чубас о этого надо этот будет повышать за электроэнергию все время он оберет уже поверженную Россию и до конца будет обирать так ему дать так этому то есть они распределили все там в Америке и теперь об этом пишут мы назначали кому и вышел фильм такой как олигархи обобрали Россию начинается пение на фильм построенный поставлен для евреев еврейскими гофами русский перевод и как они гуляют как хохочут как пьют семибанкирщина это была как Ельцова полумертвого вытащили как он там накачали его чтобы он маленько перед народом подвигался мумия и как они все это делили и хохотали это ворье это все воры да хоть какое имя ему дай как не называть это воры и воры по крупному они не по мелкому разорили все что можно было из чего нельзя было и перевели из этого наверное 90% за рубеж ладно бы они были воры и на эти деньги сейчас начали строить школу там детсады презрение дома для старых но этого не было сделано они так называемые офшорные предприятия владыки перевели на других и взять нельзя потому что тот директор стоит он не владелец владелец за рубежом это конфликт уже с тем государством надо вести а государство ослабленное Чувайск перевел 47 миллиардов ну вот невероятные шли вещи так я говорю 127 если кто отдаст ближнему на сохранение серебро и вещи и они управлены будут из дома него то если найдется вор пусть он заплатит вдвое а если не найдется вор пусть хозяин дома придет пред судьей что не простер руки свои на собственность ближнего своего видите а в расчете сколько статей оказывается было он дал нас на хранение вещь ну в дом зашли и украли вот батюшка уезжает я говорю батюшка почему ризы чаши уезжаешь целые 2-3 недели ну занеси куда-то ну занеси к Виктору под зонком все не входит доктор ты понимаешь это вещь на многие десятки тысяч рублей у тебя здесь а ты бросил не решок там замок один его кулаком может шибить забери старость никому дела нет почему мы ворам сами подставляемся так Матфея 24-43 но это вы знаете что если бы ведал хозяин дома в какую стражу придет вор то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своему ну что мы не знаем когда вор придет и поэтому надо себя от этого охранять где многое говорит рук вешали за блок писание не случайно это говорит Евангелие от Иоанна Люба находи 10 глава 1 стих и 10 стих так а ты найди Иоанна 12.6 Виктор а ты найди Сераха 21.25 кто найдет первый считай Иоанна 10.1 истинно истинно кто не дверью входит в отбор овчий но перелазит и нудет тот вор и разбойник и ген Индия это означает не по писанию посмотрите я всегда называюсь очень положительно сектанта баптиист адвесиист которые приезжали это хорошие люди просто хорошие но они и нуде к церкви прилепляются они не церковь их всех обманули церковь там есть священство у них нет священства Боже Матери не признают их он нет они гулят это идолы это Индия вор пришли руководители воры и разбойники из секта на секту ну ладно баптисты появились ну и все а от них адвесисты отношились а все они признают баптистов от них и сектники говорят 21 тысяча разных названий названия разных то и что воры и разбойники не по писанию по писанию должно быть рукоположенное священство я повторяю если бы этого не было я бы православного дня не был тут делать нечего но тут церковь и я обязан трудиться здесь в церкви там 10 стих вор приходит только для того чтобы украсть убить и погубить я пришел для того чтобы имели жизнь и имели с избытком вор обокрали Россию обокрали ее те которые принесли нам христианство библии не было 800 лет в 1876 году библия только переведена была как огня боялись перевода профессор Павский Герасим Петрович обладает уникальными знаниями он еврейский знает как родной он переводит для студентов академии для семинаристов духовная академия переводит сейчас с ветхого завета чтобы лучше понимать студенты не понимают а народ вообще ничего не знает а студент экземпляр тогда была на них сервис а литография 500 экземпляров вся жандармерия была поднята аналоги найти найти и уничтожить а его сразу арестовать а он профессор воспитатель царских детей и даже это не помогло такая лютая ненависть была против слова Божия вот мы считаем ты считаешь Матпея Салтырь это все Герасим Петрович Павский перевел это его перевод там Ветхий Завет там Фольстон Давид Аврамович там другие были Лавягин Макарий Глухар а это его далее считаем Серахов 21-25 Иоанна 12-6 давай Сказал же он это не потому чтобы заботился о нищих но потому что был вор он имел при себе денежный ящик и носил что туда опускать Ну мы не иуды у нас ящика нет а бюджет страны это не ящик и налоги которые положены не платят вот как я слышал подтвердить не могу точно данное но в Америке нефтепромышленные магматы платят 80 или 85 процентов дохода в бюджет страны им хватает по заглазателям 15 процентов они качают из земли у нас почти все там 90 процентов ему идут поэтому они лопаются от жира и издеваются над народом бюджет страны не платят налоги это воры посылают деньги вот сейчас только началось опять уже разворовывают уже там потопники которые сколько миллиардов отпускали на восстановление в Чечне только сообщают из печати разворовывают миллиарды вот сейчас одного задержали он на 5 с лишним миллиардов наворовал только а он был главный финансист Московской области в последнее время его уже арестовали в шикарном где-то отеле во Франции хотят экстрадировать сюда не знаю Кузнецов фамилия вроде притча Соломона 6.30 или это 21.25 ага давай ну тут посмотрите нога глупого спешит чужой дом но человек многоопытный восстыдится людей это 20-й надо открыть 20-й это в интернетной версии 21-й глава лучший вор нежели постоянно говорящий ложь но оба они наследуют погибли ну вор плохо но кто говорит ложь это вор меня воровал я его в дом не пускаю за год повесил а лжецу поверил он на следующий раз опять сказал я опять поверил он хуже вора а лгут на каждом шагу это тоже вот сравнивать где где они обманывают учителям такую мизерную зарплату дают у нас здесь я не знаю наверное 10 раз дешевле учителям учителя работают чем в Москве сейчас какие-то законы принимаешь за квартиру в месяц больше пятна начиная с 15 тысяч выше дорога за месяц да как это ясно дело что ты на улице будешь так притча 6 30 тогда найди так вы помоги и писам опять 16 у нас плохо платят изобретателям это обман обворовывают чужие знания они ничего вот дети которых дал тебе Господь тебе не принадлежат жена разводится всех детей украла отец остался один как бездетный у нас как-то брат один был его искали и говорят там живет Глушков в Корчене и все говорят там монах Глушков живет тогда смеялись оно как пророчество какое было хорошо что брат еще не унывает и так это тоже оборабатывать это серьезное воровство отнять детей без решения суда это воровство они ему принадлежат ему в первую очередь от его шлеслов произошли ты всего лишь сосуд была и никаких ничего люди не понимают не считаем дальше Дефицитам 5.16 да дорожа время потому что дни лукавы вот так время обкрадывают друг у друга люди пустыми разговорами передачами чем угодно это воры вот которые кричат по радиуму где-то им не важно слушаешь или не слушаешь сатана смесил ноги с приемника и колотит ими там в телевизоре или где чтобы ты молиться не мог это отец Александр Пивоваров еще проповедь говорил у них нет задачи чтобы ты слушал развесил уши главное что ты молиться не можешь когда у тебя там гунуса витрадеба гундоси как с лживистом говорили вырули сделай тишину дольшь молоко и думай господи а ты дал мне чистое словесное молоко слово твое да начни это все что у тебя есть ты печешь хлеб и говорю господи пшенищина хлеб а из хлеба притворяется тело господи к чему ты позволил мне приказаться я просто выпеку какая я благословенная а ты свое что наделаешь ну любую работу подметаешь господи вывези так мою душу от всякого бусора чтобы тебя не обворовывал сатана а сколько шатания то пустого не нужно без размышления лягу полежу маленько посплю на сколько раз еще на день это обкрадывает себя человек время уходит вот малахи 3.8.9 витам так притча 6.30 давай не спускают в гору если он крадет чтобы насытить душу свою когда он голоден даже он голоден в гору и сквокрадет и не прощает а у нас хлеб духовный украли не было библия в народе это вся верхушка торговная воры и маленько шире это начинает рассматривать чем угодно заменяли мощами трупами и непроверенными и мы буквально ввязались в это обкраденная нация обкраденное поколение и ничего не рассказали о Боге не только обкраденное а украденное вот это комсомолия партия это все воры они от нервных людей свободу слова оборовали отняли свободу печати свободу передвижения ничего нельзя было делать откуда это идет 1 коринфян 6.10 Андрей 1 коринфян 6.10 а ты в 10-ом 5.5 вы подойдете Малахия 3.10 Андрей 6.10 3.8.9 можно ли человеку обкрадывать Бога а вы обкрадываете меня скажете чем обкрадываем я тебя десятину и приношениями дальше 9.10 проклятием вы прокляты потому что вы весь народ обкрадываете меня весь народ не то что вдовы где-то находят вдовы не платили то есть такую бредню в городе человек и слушать лишь бы не платить да вся страна из-за них вдов была весь народ написано проклятый вдовица положила все пропитание свое а священник предъявил ты обязан платить десятину а откуда я возьму откуда откуда все берут там и бери а себе десятину платить ты с десятиной и священник должен десятину теперь отдать на беду считай библию без народ виноват перед богом оказался вы не платите вы обкрадываете меня бог говорит я сразу задумывался а как обкрадываю бога а то что десятую часть бог приложил она не заработана он дал землю воду дал работу дал жены работы у тебя выросло что он на огороде десятая часть тебе не придедряжи а то бог придедряжи ты найди кому отдать десятая часть от всех начатков, от всех привык, от скотины. Сколько овечек-то? Посчитай. Вот приехали к батюшке тут, отец Сергий был, батюшка на следующий день был воровал одну веру, но он ушел в родовикишек, и послал. У него старшая дочь учится с нашей вместе. И послал. Вот как надо делать. И дальше считаем, дремьем 2.22. Самое страшное, это когда мы воруем у Бога, не платим десяти, но я думаю, как-то сохраню, как-то что-то. Никак! Скотину не загоняешь, она на чужих полях. Воровство с чужого поля в килограммы мяса, оно в пользу не пойдет, и заливнешь, и сблиешь. Никогда этого не делаем. Приноровись каждый день, молись и Господи, помоги мне, спято, чисто, прожить и быть Богом. Понятие воровстве очень широкое. Рима нам 2.22. Проповедуя, не красть, крадешь. Говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушай, сидела, святотатствуй. Вас интересует? Говоря, не кради, крадешь. А что именно крадешь не показано? Вот мы и разбираем. А почему об этом не проповедуют? Да потому что рот закрытый, воры. Я знаю причина какая. Я эту тему, какую я говорю, а вот ее не может открыть, я не могу. По-честному, давай поговорим. А почему ты не можешь? Так я сам виновен. Я говорю, ты почему облашенно из-за детей не говоришь? Он говорит, тогда я сам должен выйти. Ну и выйди. Выйди, запри храм. И во дворе начинаю работать. У меня приехали там архимандрии, другие, когда поузнались, так мы должны выйти тогда из храма, должны выйти. Мы должны на покаяние пойти. Патриарх Алексей Второй говорит, я перед священниками выступил. Крестите правильно, кратное полное погружение. Уже полтора года прошло, 98% меня не слышат. Да какая, какой же ты патриарх? Да наложи на них интервью, запрети им в храм ходить. Пока они не сломают внутри себя этот стержень и покориться. Да ничего дальше не было. Одни разговоры. Тогда был Антоний Васильевич. Он издает один указ, второй, кажется, третий был. Крестить только в полное. Ничего нету. А мы сделали купель в Никольском храме. Сделали. Капранов присылает ко мне на занятия. Скажите Игнатию, что мы сделали. Я говорю, вы не для меня делали, во-первых, а во-вторых, вы крестить не будете. А почему? А вы объявили. Мощение лба и погружение равнозначно. И кто же будет раздеваться, кому это надо? Пуповки расстегивать. Да не. И так закрыли сверху мраморную плиту, положили и на этом конец. Обман. Людей обохрали. Они ничего не знают. У них своровали истинное крещение. Истинное венчание своровали. Виталий Устинов венчается, а сзади стоят, держат. Нагло нет. Я когда Виталию рассказал, он на свою потокаршечку подправлял, почему нам нагло венцы не дали. Ты голым мыл или нет? Да как же не был? Я в бане был накануне. Ну поп не знает, ты бы шепнул ему, батюшка, я не запашка. Ну повенчай меня. Венчать это нет. Венцы в воздухе висят. Я смотрю, вот Лешка Устинова венчает, там нахлобучил поп. Его руками не сдергнишь. Вот так и надо. Он наклоняется, он не должен хлюпать у него. Вот так надо. Хорошие мы должны взять. Обохрали людей. Обохрали евангельской веры, не дали. А нагрузили их предрассудками. И поэтому осел этот падает, а Христу негде сесть. Для Христа осла приведите. А его загрузили разными вот этими, бешуроем. И мы не знаем даже, где конец этому будет. Еще. Осень 12.7. Что вы знаете? Еще 1 Коринфира. Давай 6.10. Не воры, не леканинцы, не пьяницы, не злоречивые, не хищники. Царство Божие не наследует. Напиши прямо себе. Вор будет в аду. Независимо. Мы разбираем, какой вор. Бойтесь этого, как огня. Бойтесь. Воры Царство Божие не наследует. Вот и все. Трудись своими руками, дабы было еще уделять нуждающимся. Не воруй. А если вы от них спорите? Прости, отойди. Поля там что-то из-за чего-то спорят. Было бы, зачем спорить. Осень 12.7. Хананьянин с неверными весами в руке любит обижать. Хананьянин. У него неверные весы. У него гири в сумме такие. Неверные. А почему? А там где-то отпилено, где-то подшоркано. И вместо там килограмма, написано килограмм. А у него там 950 грамм. А сзади немного набирается. Ну и Симеон зашел однажды, а продавец торгует. Вешает. Он говорит, ты что делаешь? Он что? Да у тебя змей на шее, тебя душит, и ты не видишь. Какой змей-то? Ну, открой глаза. Ты вам почувствовал, что он змей душит. А как он? А так. Он вместе с неправдой зашел к тебе сюда. У тебя гири-то не килограмм. Ты кого обманываешь-то? Вот как жития святых показывают. Я хотел по житиям святых. Немножко хотя бы прочитать. Попрошу брата просто посчитать. Жития святых, 51-е год, 51-я страница. На. Посчитай. Ты видишь, хорошо? Ну. На. Попорядок. Почитай, останавливайся. Вот сверху. Ознакомься. А в сне, как в житиях святых это было? В течение 20-ти столетий. 2 января. Серафим Саровский. На подходящем подблагословение сказал. А ты куда лезешь? И тот сознался, что вор. Вот. Вот благословляйся, Серафим. А Серафим его остановил? Куда ты летишь-то? А перед всем он хороший. Он шерпует деньги, свежки покупает. Надо, чтобы глаза твои видели это. Это я уже житиями занимался. Симфонии нет. Это моя книга. Я ее составил. Дальше. 8 января. Григорий Печерский. Воры украли книги и 5 суток спали. Накормил их и отпустил. Другие воры, взявшие мешки, двое суток стояли под их тяжестью. Он сказал. Я вас отпущу, если будете работать. И так и получилось. Представьте себе, спали. Взяли, уснули. Милиция приходит, они лежат спят. Их легко было брать-то. Но милиции не было еще тогда. Полиции не было. Это в жизни одного святого. И вот такие были. А кто? Феодосий Печерский. Это основатель русского монашеского. Григорий Печерский. Григорий. А, это за ним. Я думал Феодосий. Дальше. 19 января. Макарий Египетский. Возвратясь в келью, застал вора, выносящего его вещи. Сам же и помог ему погрузить все на осла. Это вообще. Давай верталки на осла и людей. Ну, никому мы этого не советовать не можем, ничего. Но факт такой был. Иначе на сегодня придут, и ты где-нибудь будешь грузить. У меня до сих пор все вывозят. Нам дано право обращаться к властям. Для этого налоги платятся. Милиция. Игорь Николаевич, позвали ему. Дальше. Дальше, дальше. 19 января. Макарий Александрийский. Гиена принесла к нему своего слепого щенка. Он исцелил его крестным знамением. В знак благодарности Гиена принесла ему шкуру овцы. И хотя он принял этот дар, но ее укорил, чтобы не воровала никогда. И она, как бы стыдясь, наклонила голову. Гиена, как собака. Вот надо же, какие есть мучи были. Какая сила была у них. И она благодарность принесла. Я сегодня снимал глаза, сказал снять собаки и кошки. Это совершенно разное. У него глаза маленького щенка, прям разумные. А эта сонная вот такая вот стоит кошка. Она красивая, хорошая, но глаза видно, ей ничего, кроме мыши, а не надо. На уровне мышеловки. 28 января, Ефрем Сирин, ложно обвиненный в краже овец. Исследуя себя, нашел, что он виновен в похожем, никому неизвестном доселе грехе. Его арестовали, он когда сидел в пирме, а их там три было. Но Ефрем обвинели, он шесть овечек, дескать, ворвал. Он говорит, я вообще в глаза не видал таких овечек. Я мимо шел, овечки были. А один говорит, а меня обвинили, что я с дочерью обочтил, дочерь прокурора, и бросил ее. Я не прокурора, а не дочерью не знаю. А третий говорит, а меня вообще за убийством взяли. Ну как, на одной камере все не видно. Ну вот я сидел, размышлял и пришел к выводу. Однажды обиделся на соседа и подошел ночью у него, двери открыл. Не быки открывали у него сами, выходили. А сам открыл. И вышли овечки-то, и волки задавили шесть овечек. Но никто не узнал. А через семь лет его нашли. Но уже по другому обвинению. Он говорит, так я виновен, братик. Он говорит, да если так-то я виновен. Я прокурорскую дочку не знал, я с соседской дружиной. Катя, Катя, Катя. А потом бросил ее и все. Он говорит, а третий говорит, так я виновен. Я пастухом был. Мои собаки напали на прохожего там, нищего. Я мог бы отбить, но я видел, сильно порвали. Я не трогал. Они его задавили. Я уехал с того места. Угнал овечек. То есть надо расследовать, и ты увидишь, там, там, где-то с тобой жена поступает несправедливо. Как Мегера. Как отчаянная просто женщина. А Златонус говорит, не спеши осуждать ее. Подумай. В твоей жизни, может быть, была такая, которую ты обманул. Может быть, бросил. Гулявый парень был такой, видно из себя. А теперь твоя не знает, она мстит тебя, она как скальпи в руке хирурга. Понимаете? Надо шире смотреть и дальше. Понимаете? А эта теперь, не зная того, она вращует тебя. Чтоб ты в чувства пришел. Дальше. 7 февраля. Лука. Был украден мельничный жернов. И вор умер. Ну, вот. Жернов очень дорого стоил. И как он его украл, интересно. Он тяжелый, жернов-то. Ну, украл. Ну, Бог поразил его. Не дай Бог, конечно, так. Если Бог будет наказывать, вообще нам не жить тогда. 2 марта. Арсений Тверской. Вор хотел украсть покров с мощей, но был отброшен невидимой силой. Это жития святых. Мы не можем их пренебрегать. Это история христианской церкви. Какие чудеса Бог показывал на ворах. И поэтому нам нет необходимости руки рубить. Бог отрубает. Есть государства, как Тунис, Саудовская Аравия. Вот один пишет, Григорианс. Были и легенды Востока, книга называется. Я, говорит, гляжу, какая-то пыль, крик, я говорю, что такое. Говорит, да я сам не знаю. Он слышит, су-у-у, с базара. Поймали вора. Люди жизнь прожили, вора не видели. Но наказание на них было. Назавтра, проходя мимо базара, я увидел, говорит, кисть правой руки, пощердевшую на солнце, прибитую к воротам. Все. Это пишет советский журналист, Григорианс. Дальше. 2 марта. Арсений Тверской. А, это я уже пришел. 5 марта. Конон и Саврянин. Конон. Конон. Конон и Саврянин. Бесы ловили воров и жгли. О, как. Какой власть он был, что бесы наказывали за него. О нем кто плохо говорил, они брали, утащили и били бесы. Он заставлял воду носить в огороде, полоть. Он говорит, сейчас, такая власть была, они обмолотили сейчас все зерно, высушили его и сдали. Вы не помолли. Ну, столько фермеров, была бы такая власть над бесами. А еще надо знать, как. Оно святого говорит, он когда ложится спать, а его соль молол, соль надо было мелко размолоть. Бесы начинали молоть, он прекратите. Он только лежит спать, они опять жоррофы написали, мелите до конца. И они тогда всю перемололи рожь, там и что было. А другие бревна, бревна на берег вытаскивают, а ночью, ну, плоты-то плавут, а теперь надо на храм. А бесы точно скатывают обратно. И он, наконец, заставил их, они все это куда надо утащили. Дальше. Иов, 6 марта, Иов Анзерский, 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 духовник Петра Вей Первого, воров под тяжестью похищенного усыпил на пять суток. Вот такие еще и с вами, рассчитай подряд. 11 марта, Сафроний. Один бродяга обокрал мертвую, сняв с девицы нижнее белье. Она приподнялась и вырвала ему глаза. Вот это было в рога. 17 марта, Макарий Калязинский, украли монастырских валов и ослепили. Ослепли, ослепли, покаялись, и он избавил их от слепоты. 26 марта, Василий Новый, Григорий, его ученик, нашел пояс, обрадовался и не отдал хозяину. Вскоре потерял свой, как вор. Он обрадовался, он говорит, что ты радуешься, ты верни хозяину-то. И он вскоре потерял еще больше, дороже. Найди мне вещь, ты опубликуй, где она? Я иду как-то по площади при вокзале. И гляжу, часы лежат, хорошие часы. Но я их взял, а со мной идут люди. Подождите маленько, я завернулся в линейное отделение, рядом милиция. Да зачем, милиционеры такие, хапу, я не себе забил. А вот за это я не отвечаю. Я пришел в милицию, показывали, ну хорошо, давайте запишем все. Записывайте, я пошел, я отдал. Я отдал, я не виноват. А дальше они сами найдут, куда их деть. Поделить там или отдать. Ни одной, чтобы вещи к тебе не прилипло. А вот у меня были, там оставили, оставили, выставили куда-то. Ну как бывает, вещи забытые на вокзале, там месяц, а потом их продают, реквизируют или отдают. Ну больше места я не буду торчать, я пойду и оставлю нуждающимся. Дальше. 12 апреля. Исаак Сирин. Еще с вечера забросил в огород такое количество заступов, сколько воров должны были прийти ночью. Пришли, вскопали огород. Он накормил их и дал на дорогу. А вот он знал, сколько придется, вечером столько лопат поставил, 6 лопат, и 6 воров пришло. И они ничего не знают, стали копать весь огород. Гектар там успахали, он накормил, ну идите с Бога. Если вам воровать охота, еще приходите, у меня там еще огород есть. Вот такой власть-то иметь. 22 апреля. Федор Секиот. Вор стоял как связанный. Видишь как? Еще. 1 мая. Панфутий Боровский. Пафнутий. Пафнутий Боровский. Воры не могли отойти от похищенного ими скота. 3 мая. Феодосий. Монастырь отдал на сохранение, а иных украл. Феодосий дошел. 10 мая. Василий Монгалейский. Был в храме, а воры украли хозяйское добро. Хозяин ударил по голове ключами и убил. Ну бывает и такое, плохо хранял, но церковь его канонизировала. 10 июня. Силуан Киевский. Воры залезли в сад и 3 дня не могли сдвинуться с места. 15 июня. Дула Страспотерпец. Монах украл у другого сосуды, а по подозрению взяли его и жестоко пытали. Прожил 3 дня после пыток и умер. Вор найден. Пытали неплохо видать. За бороду, как челюсть оторвали. И он умер. Он не сознался. А как только умер, штра-довора настоящего нашли. А гроб его уже выставили в храме. Ты пришли, а его нету. И написали, он не захотел на братьево смотреть. Куда делся гроб, никто не знает. Не знаю, что. Обвиняли. Один старец, тут может есть даже в житях святых. Он находил где. А святой другой пришел до обмана, что это не он, вор. Что тебе сатана глаза слепил. А к нему приходят, он узнает, открывает где. А на самом деле ванга от сатаны, не от Бога. Дальше. 19 июня. Поэси Великий. Случилась кража. Обратились к нему за помощью. Он указал, где находится краденое. Но вора не открыл. Не открыл. Его просили там милиция. Ну скажи, кто своровал. У меня такое было. Я около железной дороги жил. Поезда останавливаются, красный свет. А у меня две собаки. Я в уголовном розыске. Огромные собаки. Ну, они там ковры, кажется, холодильники, масло, ящики вытащили. Я их заставил. И все, они обратно затащили. И дали слово, что больше не придут. А наутро милиция ко мне пришла. И, так сказать, узнали. И вы вот так сделали. Конечно, благодарим вас. А кто это был? И они дали слово, что больше не придут. Но пришел один из них. Года через три, четыре, может быть, больше. И подарил мне колокол, который висит. 1774 года. Шла машина, говорит, церковная. Опрокинулась. И вот такие круги воска огромные мне принесли. Преступники, которых я спас от этого. И вот сегодня в газете это будет написано. Свет октября. Давайте почитаем. Сейчас почитаем. 9 июля. Коприй. Был вором и украл в саду. Три часа варил ворованное. Но в котле так и не закипело. Пришел в сознание и уверовал. 21 июля. Симеон Еродивый. Исцелил слепого. И дал предупреждение. Не воруй косу соседа. Вот он знал, от чего. А другие поросенка своровали. Вы не исцелеете, пока поросенка не вернете. Вот следователи были. Дальше. 28 июля. Иоанн Войн. Ему молятся, как покровитель от воров. И он открывает похищенное. Вот у меня-то Тоня была. Баганова. Артанина Лёдевна. Самый близкий мой человек. Она 10 дней меня не дожила. С ней заключение. Ей 75 лет было уже. Она с Надеждой Васильевной жила. Она умерла. И вот у меня груз. Большой груз идет. Купленные пленки. Это огромный груз. И потерялся. Нигде ничего нет. Она узнала, пришла. Так молиться Ивану Войну надо. А уже месяц проходит. Уже все стройки прошли. Ящики. Пленки, которые я накручивал. Златоуста переписывал. Она ушла молиться после... Утром. А в обед ко мне приходят уже. Придите. Груз ваш пришел. Что совпадение. Или как уж понимать. Но ни раньше, ни позже. Пока она не стала молиться. Она вот такая как и была. Такая маленькая, сухонькая. Она все время свечки там делала. Лесторки везала. Вот меня когда судили. А эти у меня 2,5 тысячи часов. Слушать надо было. Ни одного не нашли. Кто прослушал повод. Только она одна. Она все делала. И все пленки слушала. И Жития святых она как будто наизусть знала. А образование, кажется, 4 класса. А там все никакое. Да. Дальше. Я боялась. Я боялась, что меня посадят. За пленки. А я думаю, буду на суде сказать, что вы слушали. А я ничего. И пленки Володя запрятал, уехал. Так и не нашли мы. Сам запрятал. Ирина моя сестра и говорит, когда встали вот это обысты, у нас говорят, она вот это время переписала акафисты. И они вышли, там снег где-то на крыше-то рукой достать и спрятали. Думаю, уж арестовали бы за Бога, а то за какие-то акафисты. Их до того было обидно. А они все подряд сметали. Допрашивали, кто переписал, кто Анну Петеримову. Нашли у нее. Она говорит, я не знаю, куда и когда она на палате где-то лежала у нее. Еще. 8 августа. Мирон. Воры похитили у него жито, но не могли поднять, и он им сам помог. Вот какие были. 17 августа. Алипий. Данное на рисование иконы иноки украли. Вот так. То есть они воруют и такие вещи. 24 сентября. Некадр Псковский. У крестьянина украли лошадь, и он пришел к святому с печалью. Тот же сказал ему, скорби об укравшем. Оказалось, что при переезде через ручей лошадь сбросила вора, и он утонул. А она прибежала домой. Ворует еще что? Интеллект. Мне одна потеряна по интернету и говорит, я с вами в друзьях, я ваши стихи читаю. А сейчас Санди познакомился, и его стихи он подписывает. Это ваши стихи. Это называется плагиатство. И он говорит, выдает знакомство, заводит, у него спрашивают, откуда у вас такие стихи, и он объясняет. Ну, а он вышел на меня, или я на него вышел. Я стал говорить, ну простите меня, я вот так подумал, что, ну, да ничего я не против. У меня антиплагиат был. Приезжает отец Михаил Курочкин, и говорит, я ехал и купил газету «Радонеж». И там такие стихи я нашел, вот, вы не знаете этого, кто писал? Я говорю, да я вообще газету не читаю. Он считает про Самуила, как мать ему одежду шила, как вырастает из одежды, духовно расти мы должны. То есть, хорошее стихотворение. Я говорю, не знаю, он так считает, а сам бумажкой закрыл. Открывает, Игнатий Лаптин, не посетил я такого. То есть, я писал его, но я его отрекаюсь, и уже подписано в газете, я его не могу признать. А в одном стихотворении две строчки признал, ну, то ясно, что мое. На свадьбу один писал, и оно оказалось, ну, оно уже из моих рук вышло, стихотворение. Это вот конкретный случай. Вот плагиат, это иногда ворует изобретение. Изобретение ему не принадлежит, он к чужому прислоняется, получает награду, там и прочее. Ну, такое бывает. И при том, бывает коллегиальность. Он работает, это Вера Федоровна Золотова была. Вот какую бы работу мы не стали делать в Академгородке, обязательно еврей-2 присыпется рядом. У него там какой-то чин, кандидатский, но ему надо продвигаться дальше на докторскую, а он запрести не знает, что. А эта работа, а ему-то руководитель тоже еврей, он советует, ну, возьмите это, и тут вам быстрее будет это. И он теперь в это входит, а уже главная работа будет на него переведена. И она рассказывается, говорит, ничего нельзя сделать. Это тоже воровство, воровство мозгов. Вот когда залазят и, ну, воруют. У других народов такое ворует невесту, как и прямого колена, разбитое, 400 женихов. А они поклялись, никогда им не дадим. Они женщину там изнасиловали, там с ними воевали, разбили. Книга судей говорит так. Ну, они-то живут, 400 мужиков, спрятались в пещере, а потом вышли своим и говорят, ну, наше колено-то исчезает. Нет, что же делать? И они говорят, мы клятвы слезали с себя. У нас невесты есть. Мы бы дали, но мы клятвы слезали, не давать вам. Давай перечислять, а кто не был, когда клятвы давали? И, наконец, нашли и ависть. Вот. Тут один город, который не участвовал. Так а что? А у них, говорит, праздник винограда с города. И девушки выходят за город и начинают, а вы там под караульки где-то сидите-то. Ну, и те, когда вышли, ну, эти выскочили, схватили, и картина такая, кто на верблюдах, кто на лошадь, и в пещеры. А какое, невесту никто не спрашивал, а то полюби, сошлись, и дальше начали рождаться дети. Ну, и дальше колено восстановилось. Писание запрещает воровать девушек. Нам, у грузин, это вошло в обычаи. Раньше воровали по-серьезному, а сейчас она выходит и говорит. Подружки, меня сегодня своруют. Вчера приезжали, надо, что своровали. Я по воду пойду у колодца, да и они меня своруют. Чтобы, ну, по национальному обучу это было. А на самом деле воросвании никого нет. Далее. 2 октября. Андрей Юродивый. Обокрали девицу в гробу. Она ослепила, вырвала глаза. 24 октября. Арефа Печерский. Тайно хранил богатство в монастыре и заболел от печали. Кто благодарит насильственно, терпя лишения, принимается как милостыня. Возложи на Господа печаль твою. Вот своровали, а ты Бога благодаришь. Вот этого сатана боится. Вот приходит человек и говорит, я была в храме, молилась на Великий Пост. Ну и прорезали карманы, дети и вытащили. Да что это за церковь такая? Ну, во-первых, это не церковь, это товар в церкви. А ты зачем ропчишься? Сатана этого и добивался. Ему деньги-то не нужны, сатане. Он вора их подсунул. Но если ты благодаришь, ты нанес ему, говорит, язву в голову, зато он близко к тебе не подойдет. Ты благодари. Он не ждал благодарности. Он ждал ропа, да и пойду я в вашу церковь, там деньги воруют. Вот это сатана же, он еще раз оборует. Он рот наполнит таким уксусом, таким ядом и горящим, и ты не проглотишь даже. Нам надо разгадывать действия сатаны, какие. Ну это я говорю сегодня, представь, завтра тебе встал, и двух короб нет, утащили. Ты завтра встаешь, ну самое дорогое, тебя уже своровали, тебе легче теперь. Таких красавиц одновременно пятерых своровали. Это мужество нужно, чтобы это все перевести, поверьте мне. Даже одну дочь сворует, и то на течение переживает. А тут пять игр, я даже высоте такого не считал нигде. Благодарю, шести Бога, это вообще высокая скупень по этой области. Вот, много там еще? Пять. Давай. Да куда еще одна там страница? Нет, тут последняя, вот одна проворота. А она еще есть, на разбойнике. Давай. 26 октября Дмитрий, Дмитрий Солунский. Один ворвал свечи, и Дмитрий умертвил его после своей смерти. Да, после, как, у кого развелился душою. Дальше. 4 ноября, Амнон, мальчика укусила бешеная собака. Мать пришла с этим великим горем к святому. Он открыл ей причину беды. Вы съели у вдовы вала, верните. Вот. Причина, то болею, болею, таблетки глотаешь. Не таблетки, а исследуя собой и себя. Болезнь на другом кроется. Таблетка, она только приглушает болезнь, она самый корень-то не лечит. Да. А ты начни, по-настоящему. Молитву, пости, там объеби, дня три, мрот еще не бери. И ты увидишь, как поползет, эта катарахта в сторону. Она попятится. Болеет. Смерть любит лежащих. А как приятно умереть стоя перед Богом. Так еще. 12 ноября. Иоанн Милостивый дал заем купцу. Но у того корабль утонул. Он сказал, это потому, что среди этих денег были твои, ворованные. Снова дал ему в долг. И снова утонуло все. Спросил, чей корабль был среди твоих? Корабль чужой. Затесался. И опять у того, когда третий раз взросла, и такая прибыль пришла, что потонувшая корабль не все украдалась. Ты научись мыслить вот этими категориями. Конечно, это не Библия, но такие люди были. Они для нас пример оставили. Еще. 12 декабря. Спиридон Требифунский. У него купили овец. Из его разрешения брали из загона сколько необходимо. Но одна овца вырвалась у покупателей. И перепрыгивала в свой загон. Он сказал им, она воровано. Отпустите ее. Так и случилось. То есть надо сто овечек. Они сто одну брали. Одна овечка вырвалась через загон. Опять к хозяину. Они два-три раза говорят, что надо не дать. Я говорю, это вы пересчитайте. Пересчитали, а там только сто. Это сто первое. Она сама домой возвращалась. Вот что у нас. Пришла газета «Свет октября» за 12 сентября. Так, кто прочитает? Кто не знает, что же. Давайте я прочитаю. Четыре фотографии. Читаю. Гостях у Потеряевцев. Впервые мне довелось побывать в поселке Потеряевка, а теперь уже далеком, в 90-м году. В то время он еще не имел даже административного статуса. А известный христианский проповедник Игнатий Тихонович Ларкин громче считает. Вместе с братом Иакимом Тихоновичем, единомышленниками, добивались права на восстановление малой родины, Потеряевки. Потом приезжали сюда не раз, затем был довольно длительный перерыв, и вот я снова там, где появляется ощущение пребывания на другой планете. Но об этом подробнее в одной из ближайших номеров районной газеты. А пока просто первые впечатления штрихами. На календаре 5 сентября, но день жаркий, как в июле. Трудоспособное население поселка в поле, на лугах, идет уборка урожая, заготовка кормов для личного подсобного хозяйства. Встречают Игнатий Тихонович и Аким Тихонович Ларкин, их вдохновители восстановления поселка. За прошедшее время почти не изменились даже внешне. Те же радушия, острый ум, вдумчивый взгляд на нашу непростую жизнь и энергию, которые могут позавидовать и куда более молодые, но не имеющие духовного стержня. А у Ларкиных и всех других потеряевцев он есть, это вера во Всевышнего. Жизнь движется своим чередом. В этот день, как и в любом другом селе, шли занятия в поселковой школе. Подготавливали к зимовке церковную мини-котельную. Приписывали всяческие соления, припасали всяческие соления и маринады, занимаясь подсобным хозяйством. Игнать Тихонович по сложившейся традиции взял на себя род из курсовода. И тут же только успевали, где только не побывали. И в домах жителей, и в храме, и в детском православном лагеристане, и в сарае для гостей. И все это с подробным рассказом. Да еще и по ходу дела успевали меня с Божьими заповедями знакомить. К концу моего пребывания в потеряевке ноги гудели. Голова была плотно набита, в кавычках, разнообразной информацией. Но состояние бодрое и приподнято, чему я не удивлялся. Так всегда чувствуешь себя после общения с Игнатием и Иоакимом Лапкиными, которые видят смысл жизни не в стяжательстве и соревновании, в количестве денег и блага, в служении Богу и людям. Вот. Теперь вторая газета, которую мы не получили, но в интернет уже выставили. Почитай. Четко и ясно. Это другая газета, следующая, на которую ссылается. Послушайте. Называется «Воздух потеряевки. Жизнь без замков». До Потеряевки откорчено всего-то 14 километров. Но дорога такая, что сразу вспоминается известная поговорка про две российские беды. «Ухабы, ямы, грязь после дождей, липкая дамбочка». Все это редакционный УАЦ благополучно преодолевает и упирается в болотистую низину. А до поселка рукой подать. Дома виднеются. Водитель Александрович дает исторический вопрос. «Куда теперь?» «Спасибо из-за питательного сотового телефона. Набираю номер Иоакима Тихоновича Лапкина. И не прошло и десяти минут, как он подъезжает на своей копейке». Держимся след в след вдоль глубокой колеи, заполненной дождевой водой. И вот она, Потеряевка. В поселке тишина. Это и понятно. Время горячее. Уборочные работы, заготовка кормов. Работа способны жители в поле. А о нынешнем бытие рассказывают идейные вдохновители возрождения Потеряевки и известный христианский проповедник Игнатий Тихонович Лапкин и Иоаким Тихонович, его брат и священник местных церквей. Тоже многое сделавши для восстановления поселка. Сейчас здесь насчитывается 18 домов. Проживают около 30 человек. А в поселковой девятилетке в филиале Корчинской средней школы обучается 6 учеников. На уроках у них бывалось дозволение Игнатия Тихоновича и Иоакима Тихоновича. Как и в любой другой школе, шла напряженная и думчивая работа по овладению знаниями. С дисциплиной здесь проблем нет. И не только потому, что детей в классах немного. Воспитание это на основе зарплодей Божьих. А они, как известно, плохому не мучат. Кстати, трое выпускников Потеряевской школы обучаются в Барнауле. Причем двое в высших учебных заведениях. А возвращаясь... Значит, а мало, да? Ну, а Катя же тоже в высших получает. Мало, мало. У нас больше высших. Получается, уже четверо. И Настя, и Настя, и Настя, и Настя, и Катя. Ну, да, Катя. Потому что есть, то и взяли. Возвращаясь к теме дисциплины, напомню, что в поселке действует устав свод правопределения. На поселение навесилось решение тем, кто не пьет, не курит, не матершинник и не гор. Вообще, Потеряевский устав, неплохо было бы изучить и в других селах. Вот, например, некоторые пункты. Запрещается рассчитываться спиртным за проделанную работу или добытую вещь. За нарушение оплаты в двукратном размере в общую деревенскую казну. Беречь окружающую среду. Не позволять никому сливать и разливать кучесночные материалы на землю. Мыть испачканные в мазуте руки и вещи у озера. Запрещается галять на скорости, на технике, кататься верхом или на запряженных лошадях по деревне самовольно. Берегите детей и себя. По деревне не разрешается ходить в оголенном непотребном виде. Можно было бы еще продолжить, но правил много, целых 40 пунктов. Да, насчет вина есть примечания. В России этих вопрос-вопросов разрешается вину только по уставу определенное время, два раза в день не более 100 граммов. Но лучше совсем не пить, избегнешь порицания. Решаюсь проверить свою благонадежность. У Игнатия Тихоновича. А меня, если что, возьмете на проживание? Он накидывает меня испытывающим взглядом. Знаем тебя давно. Про поселок писал честно, без вранья. Не куришь, не пьешь. Как насчет матершинства? Обойдусь Бизонова Игнатия Тихонович. Подходишь, выносит он верни. Бороду только надо будто пустить. Что ж, у бороды тоже есть плюсы. Плюсы. А теперь самое время посмотреть, как живут потеряевцы. И с этой целью отправляемся на усадьбу Андрея и Ирины Устиновых, воспитывающих пять детей. Между прочим, Ирина горожанка. Познакомившись с Андреем и выйдя замуж, в периодах потеряевку из Томска. Построили большой дом, развели подсобное хозяйство. Ей здесь нравится красивая природа, спокойствие, труд во благо и окружение динамышников, верующих людей. А душистый чай на травах с медом мы пили в гостеприимном доме Владимира Александровича и Валентина Тихоновна Устинова. Кстати, Валентина Тихоновна сестра Игната Тихоновича и Акима Тихоновича Лавкина. Они также переехали из города. Жизнь потеряет, нельзя считать, идиллией. Надо много трудиться. И не только физически, но и духовно. Но здесь остаются те, кто не... Поближе к арту увидев, чтобы слышно было. Правда, без цельного существования. Еще один маленький, но о многом говорящий штрих. Отлучаясь куда-либо, хозяева домов не запирают двери на замок. Просто приставляют к ним палочку. Она обозначает, что хозяина дома нет. Проведем у себя в селах такой эксперимент. Вопрос. Проведем? Проведем у себя в селах такой эксперимент. Правда, полиция может не одобрить. Преступность и без того растет. Потом были посещения храма и детского православного лагеря Стана. Сезон, правда, уже закончился и детей не было. Но все строения и сделанные из подручных средств спортивные снаряды мы посмотрели. Самодельный, внушительного вида качели продемонстрировал действие Игнатий Тихонович. Он в отличной форме, как всегда. Быстр и подвижен. 74 года. Когда в поселку ездил на велосипеде, мы за ним едва на УАЗе поспевали. Конечно, осмотрели и знаменитый подвал на территории лагеря, в котором много лет назад была тайная подземная церковь. Сейчас натомность конспирации отпала, и подземелье стало обычным хранилищем для соленей в варенье. В Потеряевке в разные годы перебывало множество всяких гостей. Среди них были и очень известные персоны. И уезжали отсюда, конечно, с разными мыслями и чувствами. Я, пребывая в Потеряевке, удивляюсь сам себе, казалось бы, здесь всяческие строгости и правила, основанные на подлинно православных канонах, нелегкий труд, нет кинодосуговых и прочих культурных центров. Но почему чувствуешь себя как рыба, которую вдруг подняли с раскаленного песка и снова выпустили в воду? И ведь не я один так думаю. Пятнадцать лет назад корреспондент Алтайской правды Олег Логинов по этому поводу написал очень хорошо. Я бы даже сказал красиво. И еще затемно я приехал домой и лег спать, стараясь дышать осторожно, чтобы в раз не выдохнуть незначай весь воздух Потеряевки. Пусть останется хоть капля, хоть еще один вздох. Вы чувствуете тот воздух еще во мне, во имя любви к моему Господу и моему народу. Это заголовок, да? Миссионерская правоведническая деятельность Игнатия Тихоныча Ларкина, о которой он не рассказывал, просто потрясаясь своими масштабами и тоническими усилиями. Видимо, прочитав на моем лице еще не успевший облечься слова вопрос, коротко сказал, мне Бог помогает. В прошлом, в 2012 году, он отметил 50-летие поворота своей жизни ко Христу, беспримерным путешествием по России. Ради этого путешествия и миссионерской деятельности был приобретен автомобиль «Газель». Трое людей и собака проехали 250 городов России. И везде Игнатий Тихонович оставлял в подарок свои книги. А издал он 38 томов под общим названием «Открытым оком». Ради того, чтобы их написать, освоил компьютер и провел за ним 30 тысяч часов. В книгах даны ответы на 4124 вопроса, которые ему задавали во время лекции в техническом университете, в тюрьмах. Отдельно был издан великолепно оформленный с цветными иллюстрациями Густава Доре трехтомник Нового Завета. Закладочки — цвета российского флага. А комментарии — Игнатия Тихоновича. По его словам, за 2000 лет такой книги не было. Эти книги подарили Путину, Медведину, Патриарху Кириллу. За время поездки по стране распространили более 15 тонн своих книг. «Я это делаю во имя любви к моему Господу и моему народу», — говорит Игнатий Тихонович. За день «Газель» преодолевала более тысячи километров. В этом году состоялась еще одна поездка. Позади остались 15 стран — Германия, Австрия, Сербия, Польша, Чехия, Румыния, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан. И везде подвижников сопровождала восточно-европейская обчарка «Ураган». Ставшая, кстати, чемпионом России в номинации «Защитная караульная служба». Свои деньги Игнатий Тихонович подарил Рамзану Кагырову Александру Лукашенко. В Чеченской республике бесстрашный правоведник пошел молиться в мечеть. Молился, как и полагается, по православным канонам. Как реагировали то местные, Игнатий Тихонович спрашиваю его. Косились некоторые, но ничего страшного, стерпели. А вообще-то простые люди к нам очень хорошо относились. В Азербайджане, в городе Баку, мы в доме мулы и останавливались. За два года, точнее, в поездках в общей сложности были пять месяцев. Намотали 80 тысяч километров. На этом останавливаться Игнатий Тихонович не собирается. И вынашивает планы дальнейшей правоведнической деятельности. Начиная с Греции, дойти до Португалии. И если его благословить под Ла-Маншем, в Англию. Пройти все страны Европы до единой. В оба Папы Римского пройти всю Скарпинадию. И, закончив республикой Прибалтики, начать работать по северу России. Предисловие к сборнику для Слова Божия Метус. И романах Нафаналин Сутников пишет. Все документы предлагаю на читателю, связанные с одним человеком. Лавкиным Игнатием Тихоновичем. Но не он главный герой этой книги. Главный герой Слова Божия. Проповеди которого посвятил свою жизнь Лавкин. Проповедь о Сыне Божьем Игнатием Тихоновичем никогда не оставляла без участия. Сам Игнатий Тихонович говорит, 50 лет назад встреча со Христом преобразила мою жизнь. Мне думается, в современной России трудно найти человека равного ему в той подвижнической деятельности, которую он ведет по распространению православия, возвращение народа к его истокам. Потеряю, Игнатий Тихонович показал мне старинный колокол 1774 года изготовления. Дар от людей, которых он спас от беды. И даже дозволил мне несколько секунд побыть в роли звонаря. Секунд. Звон у колокола мелодичный, долгий и очень чистый. Ощущение, что уплывающий в окрестные дали колокольный звон уносит все ненастоящее, несвойственное человеку, очищает душу. Вот так Игнатий Тихонович Лапкин бьет во все колокола, спасая души человеческие от злобы, корысти, дависти, праздности и прочих пороков. С каким расположением? Не нашего круга, а совсем. Мечети были в Азербайджане, в Чечне. Сами были в Чечне, на Тесахаре. Ну я в чем могу сказать? Я вот сейчас два раза его телефон набирал. Это уже я переправил на Азербайджан. Так, вопросы по-моему есть. Значит, чтобы не быть ворами, сейчас я закончу. Не быть ворами, для того же проверять самого себя. То, что вот сейчас мы слышали. У нас они спать не будут пять дней, как мы святые, поэтому надо самим не спать. Смотри. Вот говорят, надо бы электропастуха и что-то. Я думаю, электропастуха надо ставить барабашу поля свое оградить. От скотина. Потому что пастухи пасут не совсем аккуратно. И я проезжаю, когда я под проволоку, лежу полегшая потоптанная пшеница, а мне тяжело это смотреть. Каждый день. Бедное это поле, то гуси. Так, но виноват. Всегда выходите и прямо говорите хозяину, я потравил полегу, комиссию или как составить. Заплачу, и чтобы на душе было легко. Никому ничем не будьте до ошибает, кроме любви взаимной. Так, говори. Ну это все должны делать. Так, тихо. Я по поводу... Вот ты сказал, что я побежала к батюшке, да? Ну пошла ты молодец, по-моему, я говорю. А теперь я тебе скажу. На тебе даже Духа Святого не было. Ты пришел ко мне, человека незнамого. Какого? Да, это, примешь, не примешь, да? Ну да. Вот. Потому что почему? Я выпекаю в доме тело Христово. Это не должен ко мне никакого человека туда. Да и чего просвидни делают просвидну? Чтобы там ноги чужого не было. Чтобы не было вражды у меня... Прости, пожалуйста. Прости, я это не учил. А вот. Я выпекаю... Все, я согласен, согласен. Ты права. Вот так вот. А если бы принять, я бы приняла. Только девочку бы. Ну может так и не делать. Не женщину, не мужчину, не в комиссии. Ну может быть и так Господь бы сделает, что девочку... А почему бы я бы девочку... Это бы я бы все согласовала. Тело бы Господь. А так вообще у меня в доме... Я в доме же нельзя, что просто... Даже у меня в уме... А вот я говорю, да, на Духа Святого... Нет, 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 нет. Я просто побежал, спрашиваю. Вот так. И прости меня, родители, дачи... Ну ладно, прости меня, что у тебя искушение... И славнейшую, без сравнения, Серафим, Без искления Бога, Слово Родшую, Сущую Богородицу Тя величаю. Милосердный Создатель, благодарим Тебя за эту возможность склонять силу ног Твоих. Благослови наш брата Якима, возврати его в мире. И о чем мы рассуждали об этих поселенцах? Если это от Тебя, Ты сам устроил, чтобы не вкрали чужие, враждебные люди, но имя Твое Святое было прославлено в жизни нашей и в этой местности. На помощь Твое уповаем, Господи. Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. У нас объявление новое, подправленное. Андрюш, прочитай, если можно. Покушай. Которое мы с нами в интернете короткое, да все? Это вам нужно знать, потому что вы здесь. Да, да, и с другой стороны тоже. Громко, посчитай. Подойди ближе, кто будет, посчитай. Так. Лида, Лида, глядя. Мы громко читаем. Ну, иди сюда. Ответ для вопрошающих. Считайте эту тему все пять страниц. И же стоящую тему деревня Потеряевка. Большинство вопросов отвечают в этих темах. Это на нашем форуме. Еще раз повторю, что крышу над головой сегодня могут получить сразу около 70-80 человек. Поселившись в пустующие дома и на квартиры, в обитаемые, до времени постройки своих домов, не считая тех, кто купит пустующие дома. До снега можно разметить усадьбы и начать доготавливать строительные материалы. Конечно, все это только после разрешения приехать, если приезжающие соответствуют всем ниже указанным требованиям поселенцев. Непременно быть только православным, который не лжет, не пьет спиртное, не курит и прочие пакости не принимает, не спирнословит и не ворует. Категорически запрещается мужчинам брить бороды или подстригать их в любом возрасте. А женщинам носить брюки, украшения и пользуются косметикой. Мужчины и мальчики должны быть всегда в рубашке на выпуск из пояса по русскому обычаю. Внимательно просмотрите фото в указанных темах. Женщины и даже самые малые девочки не должны без платка появляться на улице. Чтобы полностью обнакомиться с уставом деревни, нужно войти на наш сайт www.kristine1.narod.ru И там, в папке «Потеряемка» найдете уставы деревенские и церковные. На снимках увидите, как одеты наши люди. Это наш дресс-код. Соблюдение этих уставов не представляет никаких трудностей. Возникающие вопросы окончательно могут быть разрешены только после приезда. Для этого нужно получить от нас разрешение хотя бы одному вашему человеку, которого можете послать сюда, чтобы он все смог увидеть своими глазами. Чтобы не было лишней траты денег для вас в связи с командировкой, можно послать после переговоров с нами самого решительного из вас, решившего непременно жить на селе и непременно остаться здесь, чтобы ему с семьей не возвращаться обратно. Это совет для бедных, любящих Христа. Святую Библию, физический труд и землю смиренно мудрее послушание. Без разрешения категорически запрещается делать попытки приехать сюда. Наше поселение является идеальным для вечного спасения души во Христе, истинно православной веры, сохранения семьи и воспитания послушных и трудолюбивых детей. Обязательно пересчитайте все о Потеряевке на нашем сайте, справа на главной странице сайта в папке «Потеряевка». И в этих двух темах о Потеряевке на этом нашем форуме. Каждый кандидат поселенцы, приехавший сюда, тщательно ознакомится со всем, что его интересует, и пишет заявление о разрешении на поселение здесь, обещая никогда не нарушать уставы деревенские и церковные. На общем деревенском собрании эти заявления будут рассмотрены. В воскресные дни, но на десятый праздник и престольный праздник запрещается работать. Каждое воскресенье здесь проводятся занятия по Святой Библии. Так что малые знания о вере быстро восполняются. Не имеющие средств для пропитания и строительства, а также одиноким и престарелым здесь не прижиться. И потому просим их нас не беспокоить. Пожилые могут быть только с семьей молодых детей-поселенцев. Дальше. Я Елена Анатольевна Барабаш. Работа это от имени Елены. Анна Хаду пишет. Старшим учителем в школе девятилетки-потерятки. Мой муж Барабаш Игорь Александрович Пермер из старости деревни. Дочь Мария учится на шестом курсе в медицинском университете в Барнауле. Сын Терентий в политехническом университете на строительном факультете. Сын Еремия Ерема. Учится в шестом классе. У мужа 180 гектар машин, пашник, 3 машины, 5 тракторов, 25 крупного рогатого скота, 50 овец. У меня домашняя жирность и огород. Чтобы имели представление, как живут люди. Вот это все помещено на задание. Замещания есть какие? Нет. Сколько людей? 70. Конечно. Ну и слава богу, братцы. Слава богу.